Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы уже, да? Да, но мы продолжаем. Да, да, да. Рядом со мной Валерий Борисович Мамаев, кандидат медицинских наук. Я правильно понял? Нет, биологических. Кандидат биологических наук. Все время путаю. Извините, Валерий Борисович. Ну, не важно. Я кандидат Б наук. А же, ну, у меня кандидат Х наук. Это очень существенно. Но это специалист по геронтологии. Специалист для нас с вами. Потому что я так понимаю, что наша программа в основном смотрят люди возрастные, потому что у молодых пока не хватает мозгов подумать о тех вещах, без которого через какое-то время вы жить уже не сможете. Я имею в виду мыслить не о том, как сделать и какую пластическую операцию, и каким кремом или каким составом намазать ту или другую часть тела, а подумать о том, чтобы не приходилось мазать никакую часть тела ничем. Понимаете? Но при этом вы будете молоды. Молоды. Потому что молодость определяется не тем, что у вас дряблая кожа. Это само собой. Понимаете? А молодость определяется вашей деятельностью. Если вы действенны, если вы активны, если вы и в 70 лет собираетесь жениться, и ходите, не отпускаете из своего внимания женщин, это уже свидетельство того, что вы измените, пожалуйста, не старик, а вы тот человек, который сохраняет молодость в себе. Вот в чём дело. То же самое всё имеет отношение и к женщинам. Так вот, мы продолжаем с Валерием Борисовичем, продолжаем разговор о том, как нам эту самую молодость сохранить. И когда, и во сколько. Ведь это же всегда, во сколько мне надо этим заниматься? Это же вопрос известный, на поверхности находится. Понимаете? Когда этим надо заниматься? Я так думаю, что в тот момент, когда ты осознаёшь себя человеком, вот в этот момент надо этим заниматься. Мне кажется так, потому что... Ну, об этих процессах я думаю, что Валерий Борисович с большим основанием будет... расскажет, расскажет сам. Мы в прошлой передаче говорили с Валерием Борисовичем об антиоксидантах. Об антиоксидантах я говорю, Оль, всю, по-моему, историю «Помоги себе сам», я говорю об этих веществах поразительных, которые помогают нам сохранить эту самую молодость. На самом деле так. В какой-то части мы эту тему продолжим и сегодня. Вы в прошлый раз называли какой-то антиоксидант, как он называется? Давайте мы чуть попозже это разберём. Я бы даже подробнее разобрал все виды антиоксидантов. Они разные. Очень хорошо. Они разные и имеют как бы разные положительные применения. Вот, поэтому я свой трёп заканчиваю, свой разговор и отдаю праздноправление Валерию Борисовичу. Кроме маленького-маленького одного уточнения по сегодняшнему дню. Сегодня у нас великий день. Великий день, потому что сегодня последняя родительская суббота Великого Поста. То есть, это день памяти наших родителей, наших близких, наших друзей, которые покинули этот мир. И, если следовать учению нашего Спасителя Христа, следует дальше по дорогам вечной жизни. Так что, пожалуйста, не забудьте об этом. пожелайте и вспомните ваших близких, друзей, родственников, всех. Не забудьте тихим и добрым словом. Валерий Борисович, ваше дело. – Добрый день. Рад опять встретиться с вами. Вот у меня вопрос такой немножко к аудитории вообще. Много ли среди наших слушателей людей с медицинским образованием? Я хочу, если такие есть, обратиться к ним, что я готов даже отдельно, специально для врачей, для тех, которые занимаются здоровьем, сами занимаются здоровьем других людей, почитать более профессионально все, что мы обсуждаем, потому что мы все-таки обсуждаем более популярно. Иногда это упрощение бывает не всегда правильное. Всякое сравнение, как известно, хромает, вот, и поэтому, а когда популярно излагаешь, там сплошные сравнения. – Да. – Немножко о себе, значит. Вот я, мама Валерий Борисович, много лет, правильно сказать, с 1966 года, то есть с середины прошлого века, работал в Институте химической физики, который сейчас называется Институт биохимической физики. Вот, под руководством, в том числе, это с самого начала я работал, и потому я и стал этим заниматься, что Николай Маркович заинтересовался этой проблемой и разрешил мне этим заниматься, потому как в то время это было немодно, и вообще об этом отдельный разговор. Вот, но вопрос такой, естественно, у каждого один говорит, что такое Институт химической физики? Это институт, который вообще изучает физические явления, которые происходят при химических реакциях. Она начиналась, на самом деле, с горения порохов, с взрывчатки, с таких вещей. И вообще Институт химической физики славен тем, что он, по сути дела, сделал атомную бомбу. И, естественно, люди после того, как сделали атомную бомбу, увидели ужасное его действие на организм и стали, естественно, думать, а как от этого защищаться. И поэтому вот в какой-то степени наше появление связано с тем, что, разрабатывая радиопротекторы, естественно, возник вопрос, а не влияет ли это на старение. И в результате в этом институте под руководством Николая Марковича, и он первый об этом заявил миру, о том, что вот нам удалось найти такие ингибиторы свободно-радикальных реакций, которые замедляют старение мышей. Но об этом… – Николай Маркович – это кто? – Эммануэль. – Вот. – А, да. – Да, он был академик, академик-секретарь. А директором нашего института, Институт химической физики, был единственный лауреат Нобелевской премии по химии вообще за всю историю России Николай Николаевич Семёнов. И Семёнов тоже как бы думал о том, что вот всё, что институт делает в плане свободных радикальных реакций, когда-то будет перенесено и для понимания того, что происходит в организме. – Уточните, пожалуйста, что такое свободно-радикальная агрессия? – Значит, долгое время, значит, ну, я бы сказал так, вот, институт наш возник в 1931 году, то есть, когда Семёнов стал применять современные в то время квантовые представления об электроне и вот для понимания того простых вещей, как горит водород в кислороде, как горят пороха, как химические соединения, так сказать, взаимодействия с кислородом. И вот оказалось, что просто так вот, без допущения о том, что существуют ещё более мелкие частицы, в данном случае, электронные, надо как бы понимать специфику, что электрон, он не только имеет положительный заряд, он ещё имеет магнитный заряд, то есть, он ещё вращается вокруг, как Земля, так, вокруг собственной оси. Но причём он может вращаться в одну сторону и в другую сторону, при этом моменты будут разные. И электроны этот всегда ищет пару, то есть, другого электрон, который вращается в другую сторону. И образуя эти пары, вот и все соединения стабильные, с которыми мы соприкасаемся, всё же это химические соединения, они все состоят из спаренных электронов. А вот если частичка в какой-то момент не спаренная, вот эта частичка называется свободный радикал. То есть, в чём заключается его особенность? В том, что он стремится очень быстро и быстрее взаимодействовать в любой другой частичкой и оторвать у него нужны свободные. – Ну, ворует вы. – Да, да. – Просто у соседа ворует свободный радикал, всё. – Спрашивайте, а какой выход? А природа давно нашла выход, что вот если этот неспаренный электрон размазать между различными, когда он обслуживает один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, например, бензой, да, как известно, там облако образуется из электронов, вот там попадает, туда в это облако попадает неспаренный электрон, он уже не такой активный. И таким образом он может выполнять роль такого гасителя передачи, то есть, другими словами, свободный радикал, переходя от одной частички к другой, делает её активной, потом от этой частички он передаёт к другой, вот образуется цепной процесс, то есть, когда цепочка вот этого передачи с одного соединения на другой. Вот, по сути дела, за эту, за эту идею или за доказательство этой идеи Семёнов и получил Нобульскую премию за разветвлённые цепные химические процессы. Вот, с Вашего разрешения, свободный радикал во мне посидётся, в моей крови. Что будет происходить с моим организмом? Значит, с Вашим организмом, по сути дела, до организма дело не даёт, вот, а просто он быстро, буквально за мили секунды, то же первое попавшее соединение, которое ему попадётся, он от неё или к нему присоединится, или оторвёт электрон. Он, если оторвёт электрон, то и это соединение станет активным. Ну, другого цепочка. И эта цепочка будет идти до того, пока он не попадёт в эту ловушку, так называемую. А где обычно у нас ловушки находятся? Вот там, где ДНК или где сложные аминокислоты, где у нас есть такое ароматическое кольцо. То есть, другими словами, хочу сказать, что вот для того, чтобы всем этим заниматься и чтобы на научном основе разрабатывать все эти теории, для этого нужно привыкнуть чётко и ясно мыслить. И в этом отношении в Институте химической физики прекрасная школа, так сказать, научной логики. И поэтому вот почему у нас всё это пошло, в отличие от эссального мира, в котором такой школы не было, которые рассматривали бы так тщательно эти процессы. Хотя об этом многие задумывались, естественно, потому что процесс старения всех волнует, когда они видят своих родственников и даже и сами начинают стареть. А отчего это всё происходит? Вот, но даже для того, чтобы проверить эту простую вещь, роль свободных радикалов в этом процессе, и то нужно очень чётко и ясно понимать. – Знаете, вот есть ли в этом правда сермежная? Когда-то лет, наверное, 25 назад, ну, когда вот мы здесь только начинали эту программу, которая называется «Помоги себе сам». Мне досталась бы такая маленькая книжечка, которая называлась «Эта теория свободно-радикального происхождения рака». – Есть смысл в этом? – Конечно. – И это в том числе, да. – Друзья мои, вы же понимаете, к чему я веду, потому что мне бы не хотелось, чтобы сейчас Валерий Борисович в большей степени на уровне академического доклада рассказывал нам, в чём беда вот того, что называют свободно-радикальным, свободными радикалами, вот в чём дело. И как с ними бороться? Ведь недаром у прошлого программы начинали с вами с характеристикой антиоксидантов, потому что именно они и являются оружием против того, что называется свободным радикалом. – То есть, остановки этих процессов со свободными радикалами. – Да. – Вот я думаю, что на самом деле было бы хорошо, если с Алексеем Ефимовичем мы, Анатолием Ефимовичем, значит, сделали отдельную передачу, посвящённую злокачественному новообразованию, поскольку это многих волнует, многих пугает, и на самом деле вот это отдельно. Но вот где-то немножко Анатолий Ефимович опередил меня, потому что я хотел сказать, что одной из таких ловушек в организме является ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновый кислот, полимер, который состоит из большого количества нуклеотидов. И нуклеотид – это всегда какая-то система сложных химических соединений, где есть эти вот ароматические такие вот ядра, которые легко поглощают свободные радикалы, и поэтому радикалы очень хорошо повреждают нуклеиновые кислоты. И тут, возможно, несколько вариантов. Или это повреждение тут же приводит к смерти клетки, или это приводит к тому, что клетка начинает хуже функционировать, или приводит к тому, что повреждаются такие гены, которые управляют клеткой. И вот это вот управление очень опасно. Нарушение управления, когда буквально одним свободным радикалом можно вызвать такое изменение всего управления, когда клетка перестает слушаться сигналы, когда она перестает чувствовать рядом лежащую клетку. Но вот это по существу и есть злокачественная клетка. Понятно. Вот правильно ли я думаю, Валерий Борисович, вы оцените же сейчас. Я всегда говорил, может быть, я говорил неправду или нелогично что-то произносил. Я говорил, что свободные радикалы виновны в том, что тогда, когда у нас есть только зародившийся человечек еще, еще на уровне клеток первых, и свободно-радикальная агрессия по отношению к этому зародушу приведет к тому, что человек, который родится, будет, извините, не очень полноценным. Я правильно понимаю? Да, он просто будет, как правило, уродом. Понятно. Вот, он или просто не родится. Но, например, известно, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим, что один из ингибиторов свободно-радикальных реакций в организме – это витамин Е, который на самом деле имеет другое название, не витамин Е, а токоферол. Токоферол в переводе с русского языка – несущий зародышу. Вот без витамина Е зародыш не образуется, потому что он тут же повреждается. Нужна обязательно с самого начала защита, которая будет спасать этого. Вот, но… Но эта защита вот и имеет общее название антиоксиданты. Я правильно понимаю в организме? Да, да, правильно сказать. Антиоксиданты – такое вот расхожее название ингибиторов свободных радикалов. Оно не обязательно там против кислорода. Но суть не в этом, а суть в том, что, значит, если это действует, как вы сказали, на эмбриона, значит, это мутация, которая будет наследоваться. Или вообще просто его не будет. А если это взрослый организм, да, то это будет там опухоль чего-то или деградация чего-то в печени или там плочке или там, где чаще всего бывает, в кишечнике. Другими словами, значит, если это опухоль, там в кишечнике это будет рак. Если это будет синтетик, ткань, это будет… О, забыл. Ну, не важно. Если будет мышечная ткань, это будет миома. А, там карцинома. То есть, новообразование для этого стома. Да, и другими словами, а, да, зависит от того, в какой ткани произошло это повреждение, оно и приводит к соответствующей. Вот. И в этом отношении не подлежит сомнение, что это так оно и есть. То есть, обязательно в начале образования злокачественного есть где-то свободный радикал, который к этому переводит. То есть, вот, скажем так, мутационная теория рака – это основа всех теорий. Другое дело, что потом можно думать, что потом, если у человека уже рак, да, добавил антиоксиданты, и ему помогло. Нет, не помогло. Там уже есть эта злокачественная клетка. Она уже нашла те неправильные регуляторные гены, которые образовали большое количество злокачественных клеток. И они уже начинают по своим правилам, неправильным правилам давить на организм, и приводят к смерти по существу. То есть, часто. Но не всегда. Иногда бывают, так мы называем, и положительные исходы. Ладно. Я думаю, что про рак – это большой разговор. И здесь тоже Николай Маркович один из первых. Вообще просто первый. Да. Сказал о том, что свободные радикалы, вот они приводят к раку. Вот. Но другое дело, что после этого стали проверять и пытались уже существующий рак подавить антиоксидантами. Но это вот неправильная постановка. И, естественно, поэтому приходилось долго объяснять, что вот это не на это действует, а на это. Но людям хочется сразу. Все. Давай таблетку, я принял, и чтобы рак исчез. Ну, да. Ну, ладно. Значит, мы в прошлый раз говорили, каким образом с помощью ингибиторов можно… Объясните, что такое ингибитор. Ингибитор, который останавливает эту… То есть, вещества, которые останавливают процесс образования свободных радикалов. Да. Вот и всё. Вот на экране один из таких ингибиторов, который как раз и был найден как замедлитель старения мышей. Значит, вот видите, вот тут есть совершенно явно в середине кольцо, где каждый вот этот уголок – это есть углерод, углерод, естественно, на поверхности имеет электроны. Вот эти все электроны объединяются в одно облако, и вот если сюда попадает электрон, то есть, неспаренный электрон, то он как бы размазывается, его уже активность снижается, и он не такой активный. По существу это соединение сохраняет этот электрон, никогда не передаёт. То есть, по сути дела, если вообще говорить, что разные соединения есть, одни забирают легко и легко отдают, как, например, витамины Е. А вот это соединение держит этот свободный радикал, и поэтому пока он не выйдет из организма, он так, но потом он кому-то отдаст. Но вот эта система таких вот электронов, этих облаков, позволяет замазать это дело и сохранить его, и таким образом вывести. Ну, значит, что касается вот именно этого соединения, вот я хотел показать, каким образом мы доказали, что они действительно замедляют старение. Вот это вот. Об этом в прошлый раз был разговор. Сейчас просто кратко пробегаем по всему этому. И мы хотели остановить сейчас немножко на других вопросах, вопросах, связанных с человеком. А это всё было мышиное дело. Но существует то же самое, что вот в контроле, когда нет этого ингибитора, мыши вымирают вот по такой зависимости. А когда мы добавили ингибитор, то все мыши в любом возрасте, они более жизнеспособны. И вот эта, по существу, вероятность смерти у них уменьшается, и они живут, ну вот видите, максимальная продолжительность жизни где-то там на 50%. Так, ингибитор, ингибитор. Это очень важный момент. Что может быть ингибитором в этой ситуации? Вот, ну, как раз подошли к этому. Вот если взять все антиоксиданты, которые более-менее изучены… Антиоксиданты. Да. Ну, можно составить такую схему. Значит, есть ферменты, которые только этим занимаются. То есть, например, известный фермент, который называется кратко СОД супероксид дисмутаза. Почему супероксид? Потому что он берет два супероксидных радикала. Что такое супероксидные радикалы? Это когда на молекуле кислорода сидит еще один неспаренный электрон. И это очень активная частичка. Это и есть крайняя степень свободного радикала. Крайняя степень, на самом деле, гидроксильный радикал. Но это лабиней, да? Да, но чуть послабее. Но в организме много образуется этого супероксидного радикала. И поэтому там специально создана такая белковая молекула, которая берет два этих радикала. То, что нам, казалось бы, идеально сделать, когда два радикала взаимодействуют друг с другом, и образуется вода. То есть, совершенно неактивная частичка. Ну, да. То есть, другими словами, он делает такую вот… Удивительную вещь. Он практически ту гадину, которая меня должна удавить. Он ее превращает в воду. И все. И все. Вот. Такую же функцию выполняют еще два фермента. Значит, дело в том, что когда два супероксидного радикала взаимодействия между собой, там образуется даже не вода, неправильно сказать, а перекись водорода. А перекись водорода, она не хороша тем, что она сама по себе тоже распадается. И образуется два гидроксила. Но, с одной стороны, это положительное свойство. Мы таким образом перекисью убиваем микробы, там, стерилизуем, что-то. Почему? Но, с другой стороны, мы получаем… Перекись разваливается, образуется гидроксильный радикал. Да, да, да. И для того, чтобы этого в организме не было, поэтому тут же образуется каталазм. Сейчас, секундочку одну. Просто, пожалуйста, запомните. В свое время это был спор между мной, вашим покорным слугой и Иваном Павловичем Неумовакиным, который предлагал всем пить перекись водорода. Вот к чему это может привести. Вот почему я тогда возражал, и говорил вам, люди, пожалуйста, не надо этого делать. Не надо. При всем том, что мое уважение к Ивану Павловичу, оно никак и никогда не страдало. Но тут вот еще одно важное свойство, что вот эти ферменты, они образуются внутри клетки. И когда мы даем весами, употребляем пикисть водорода, мы выплескиваем большое количество свободных радикалов и перекиси водорода, и организм синтезирует все это. То есть синтезирует супероксид дисмутазу и каталазу. И вот эти вот повышенные уровни активности этих двух ферментов уже потом защищают очень долго. То есть несколько месяцев потом эта повышенная активность. То же самое, между прочим, делает и озон. А при озонировании там образуются свободные радикалы и резко повышается. Значит, с одной стороны, мы окисляем какие-то недоокисленные вещи, которые мешают человеку, и у человека наступает прояснение. Вот люди, которым вводят озонированную кровь, ну, просто так. Да, ну, это известно, да. Все состояния эйфории, я так ясно все понимаю, так вижу. Опять в практике «Помоги себе сам». Помните, я рассказывал вам о разработке того же самого Ивана Павловича Неумуакина, который предлагал, помните, пропускать кровь через скювету с озоном, вот с окислением. Вот откуда это все идет. Есть даже много центров озонирования, где с помощью озона пытаются лечить многие вещи. То есть, мы к этому сейчас вернемся. Очень часто патологии, есть не что иное, как накопление недоубирания чего-то, накопление каких-то продуктов распада. Их надо окислить, и озон это делает прекрасно. Но при этом не надо забывать, что он повреждает все, ему все равно, чтобы повреждать грязь или хорошие клетки. Ну да. Вот. Но, в общем, другими словами, озон сам по себе и в том числе и пейкость водорода, они вот повышают активность и супероксидисмутаза, и каталаза. Если у человека, значит, допустим, какой-то из этих ферментов по каким-то причинам превалирует, но другим, это бывает, например, у даунов. У них вырабатывается супероксидисмутаза в два раза больше, чем каталазы. И в результате вот этот перекиси водорода, который образуется, делает из них даунов. Так они все нормальные. У них ничего, наоборот, избыток просто супероксидисмутаза. Но нарушение этого баланса достаточно, чтобы вот сделать такую гадость человеком. Вот. Разговор о том, что, на самом деле, вот эти процессы свободно-радикальные, на самом деле, природа-то давно знала, и целую систему защиты все это приготовила. И она должна быть сбалансирована, и ее надо хорошо знать. Вот поэтому мне очень хотелось бы, чтобы врачи хорошо бы это изучили и применяли бы вот даже озон, но разумно. Один врач точно совершенно это знал и применял. Я имею в виду... Не Мубакина? Нет, нет, не Мубакина, а этого самого... Мой Господи, мы же с вами о нем говорили в самом начале сегодня. Защитимся травмами. А-а-а. Да. Левин. Левин, да. Вот доктор Левин хорошо знал и применял, и от этого появилось, от его размышления появилась вот эта книжка, и много работ по работе лимфатической системы нашей. Вот вопрос. Вы очень хорошо перевели стрелочку разговора. Сейчас я попробую. Наверное, проще. Я быстро листаю, потому что мы это все разбирали, но если хотите, всегда можно остановиться и разобрать более подробно, это раз. А во-вторых, мы сейчас решили, что вот всю эту презентацию мы просто выставим вместе с записями, и если у вас какие-то вопросы будут, наша задача – довести до вас всю эту информацию, потому что... Максимально понятно, что было. Люди там больше 50 лет над этим работали, и чтобы это вот не пропадало зря, это на самом деле для людей вся полезная информация. Значит, Анатолий Фимович предложил перейти сразу к лимфатической системе, объяснить, что это такое, и почему молодость и бляшки артерий зависят от лимфатической системы. Значит, вот что представляет из себя лимфатическая система. Ну, наверное, правильнее начать вот с этой картинки. Значит, как известно, значит, вот система кровообращения предназначена для того, чтобы доставлять до клеток всё, что нужно им для жизни. Вот. Ну вот для этого есть кровеносная система. Значит, вот тут наверху красненьким показаны артерии, от которых отходят артериолы, артериолы переходят в капилляры. Через капилляры, где уже один слой клеток на базальной мембране, всё это выходит в межклеточное пространство, оттуда клетки уже всё берут. Вот. Клетки, в свою очередь, работая или созидая из этого сами себя, всегда могут чего-то недоделать. Могут просто развалиться, ещё чего-то. Другими словами, всегда остаётся какой-то вот шлак или, скажем так, мусор. Так, шлак, мусор, да? Да, мусор. Вот. Но вот, к сожалению, здесь вот в сосудах поры, через которые эти все вещества входят, не позволяют выходить вот этим кускам-кусочкам. Знаешь? Потому что, если они выйдут, то просто кровь вылится, такого не может быть. Здесь пора такая, что белок не проходит. Белок остаётся внутри сосудистой системы, а выходят, как бы, небелковые компоненты, аминокислоты, витамины, микроэлементы. В общем, всё выходит, кроме белка. Но вот это, опять же, организм использует для того, чтобы потом с помощью избытка белка заставить всё это всасываться обратно уже в области венула. То есть, другими словами, артерия всё передаёт в межклеточное пространство, кроме белка, а потом белок всасывает всё это обратно. Заодно он всасывает мелкий мусор. А вот крупный мусор остаётся, и если его становится слишком много, и здесь белков образуется в межклеточном пространстве столько же, сколько и внутри сосуда, это не позволяет обратно переходить жидкости, и здесь начинается отёк. Как правило, все отёки – это нарушение вот этого равновесия. Вот для того, чтобы этого не происходило, для этого специальные сосудики, такие похожие на капилляры, которые называются лимфатические капилляры, подхватывают эти все обломки, и уносят дальше. Куда дальше, мы сейчас разберёмся. То есть, другими словами, это как бы канализация, через которую выбирается мусор. Вот, значит, к тому же, вот этот путь, когда большие части, большие куски полимеров или клеток легко могут убираться, используется. И я занят. Вот, используются иммунные системы для того, чтобы по ним транспортироваться. По сути дела, они и называются, эти клеточки иммунной системы, лимфоцитами. Почему? Потому что их больше всего в этой системе. Им проще туда проникнуть. Значит, в чём заключается простота? Что здесь всегда клетки, эндотелиальные клетки, лежат на базальной мембране, а тут базальной мембраны нет. И они вот тут нарисованы всякими там жгутиками такими, держатся друг за друга и могут расходиться на большое расстояние. Поэтому легко пропускают эти клетки. Да, кстати, и злокачественные клетки тоже используются лимфатическую систему для того, чтобы передвигаться. Метастазы. Распространяется, да. Метастазирование, по сути, на этом. Вот в этом заключается самое главное. То есть, мы же понимаем, что жизнь – это обмен веществ. То есть, вот он должен быть как в одну сторону, так и в обратную. То есть, вот вещества пришли, использовались, а потом их надо убрать. И вот в том числе лимфатическая система использует, помогает в бенозной системе, это производить. Вот почему там связано со здоровьем, лимфатическую систему сейчас связывают. Потому что нарушение вот этого оттока, значит, если это происходит, допустим, накопление этого мусора, скажем, да, которое часто называют атеромой. То есть, это просто вот скопия. Что такое атерофератическая бляшка? Это когда мусор накапливается, клетки начинают его поглощать, а мусор всё больше и больше накапливается, заваливает эти клетки. Когда вот эта масса мусора с клетками, с погибшими клетками, образует уже устойчивую такую консистенцию, вот, она и называется атеромой. Вот. И она окружается другими клетками, чтобы изолировать её. Обычно это бывает в стенке сосуда. Вот почему, вот почему у нас в программе «Помогли себе сам». Я в последнее время всё больше и больше говорю об очищении организма. Вот то, о чём сейчас говорит Валерий Борисович, смысл и цель тех дел, которые называются очищением. Вот это самое главное. Потому что в этом здоровье и в этом молодость. Ну да. Нет, но другими словами, конечно, можно посмотреть, сказать, ну, подумаешь, про атеросклероз говорят все кардиологи, конечно. Но только мы, в отличие от кардиологов, понимаем, откуда это берётся и почему оно накапливается. Ну да. Вот. Вот почему накапливается. Значит, если накапливается это вот, вот здесь вот покажем, да, в сонных артериях, то есть в артериях, которые питает мозг, то это приводит к инсульту или ещё чего-то там, если в сердце накапливается, это приводит к инфаркту миокарда. Если вот в ногах накапливается, то это к заболеваниям артерий ног, которые очень распространён. Да. То есть, другими словами, это уже, так сказать, дело случайности. В каком месте, как бы, сосуды больше накапливают. Но там есть определённые закономерности. Где-то они легче накапливаются, где-то хуже накапливаются. Вот. Но при этом очень важно, что происходит в самом сосуде. Значит, сосуд, средние сосуды, кроме того, что там есть вот эндотериальные клеточки, которые вы стилаете, вот это просвет сосуда, а это огромный слой тут и коллагеновые, и эластические булокны. Вот для того, чтобы вот это всё питать, потому что отсюда же всё питается, да, для этого созданы специально сосуды и капилляры сосудов. Вот по-латыни будет «Ваза-Вазор». «Ваза-Вазор» – это целая глава, напомню вам, целая глава была в книге Залмановской. – Да, вот на самом деле, по сути дела, вот это и есть основная задача. – Ведь на самом деле, то, о чём сейчас говорит Валерий Борисович, это прочтение, правильное прочтение той самой книги, о которой мы знаем с вами давно, и все читали, но я не очень понимаю, на сегодня, что вы там читали. Вот вы должны были прочесть то, о чём сейчас говорит Валерий Борисович, вот в чём вся вещь-то. – Нет, ну, может быть, здесь немножко другими словами, но… – Другими словами, конечно. – Но вот эти другие слова позволяют понять физический, хотите, физико-химический смысл на том языке, на котором мы уже привыкли разговаривать. Мы, современные люди, говорим на этом. – Но я пытаюсь вас в другую сторону немножко направить. Извините, Валерий Борисович. – Всё правильно. Нет, вы просто вовремя подправляете. Вот, значит, по существу разговор идёт вот о чём. Значит, вот когда под эндотелием накапливается вот этот мусор, который есть, атеросклеротическая бляшка, да, она постоянно атакуется макрофагами, которые её поедают и уменьшают. Вот, и эти макрофаги, которые переедают эти жиры окисленные, вот, ну вот, называется пеничатые клетки. Для всех кардиологов пеничатые клетки – это исходное понятие отчего же, вот, ну, исходным понятием интересны, на самом деле, окислы липидов или там, да, или жиры. – На самом деле, это свободные радикалы. – Да, ну, не важно. Вот, важно, что вот у нас здесь вот, и эти вот, по существу, эти переевшиеся клетки должны перейти в лимфатические системы вазобазором. То есть, другими словами, если они сюда уходят, то эта бляшка быстренько рассасывается, её мы, как бы, и не замечаем. Потому как, если мы посмотрим, допустим, аорту любой девушки 18-летней, прекрасной, ну, вот, если посмотрим, да, то увидим, что у неё в аорте есть такие вот образования. Они есть, потом они рассасываются, опять образуются. Вот это, так сказать, мусор, как в квартире, значит, да, вот он образуется, мы его вынесли, всё хорошо. А вот если нам мешает вынести, а это происходит от того, что вот эта лимфатическая система начинает хуже работать. Вот она уже не выносит этот… – Мусор. – Этот мусор пеничных клеток. Зачем она это? Она выносит для того, чтобы пойти к лимфатическим узлам, вот тут вот общее представление. Вот я не знаю, видите вы или нет, вот тут такие точечки, это лимфатические, то есть сосуды, потом, вот, допустим, они в руке, есть сосудики, вот они образуют такую сеточку, а потом появляется узел. Что такое узел? Это значит, там скопились большое количество лимфоцитов, то есть Т-лимфоцитов, или там, из которых потом образовались киллеры, или там были лимфоцитов, из которых образовывали, образовывают иммунные… А эти дела для чего? Для того, чтобы этот мусор убрать. Или переварить, или он, если живой, так его просто уничтожить, то есть, другими словами, вот эта система связана с тем, что вот в этих, в лимфоузлах идет именно процесс очищения и фильтрования. И вот это должно работать еще лучше, чем кровеносная система. А, к сожалению, она идет медленно, потому что здесь нет никаких мышц, нет сердца, у каких-то… – Которые гнала, да, насоса нет. – Да, есть сердце вот здесь, то есть не то же сердце, а здесь есть мышцы, то есть, в другим словами, все это потом идет в протоки, протоки поливают полуочищенную лимфу вот здесь вот в узлах. Все это, на самом деле, имеет непосредственное отношение к оздоровлению, потому что вы можете, и мы можем, и чего мы и делаем, каждый день помогать этой системе. Значит, первое. Вот тут вместо впадения лимфатических протоков в углу вен, крупных вен, которые вливаются вот тут на плечи, вот тут часто бывают спазмы или еще что-то. Это затрудняет вообще все движение. И поэтому, если вы начинаете как гимнастику или еще что-то, первым делом вы должны заботиться о том, чтобы мусор из вас уходил как можно быстрее. И поэтому нужно не то, чтобы массажировать, а так медленно воздействовать и снять этот спазм. Как вы его почувствуете? Вот я, например, чувствую, когда я начинаю так немножко мягко воздействовать, да? Вы чувствуете, что вот какое-то облегчение, там вот чуть-чуть в руке, какая-то очистка. Ну, например, с утра вы сделали контрастный душик, легкий, контрастный душик, замечательно работает. Или Залманов. Да, или Залманов. Попомога предлагал это. То есть, другим словами, вы прочищаете все эти заторы в лимфатической системе, в капиллярах, ведь вены тоже уносят много шлака. То есть, другими словами, помогаете своей системе выносить мусор, который, ведь по существу старения это не что иное, как накопление этого мусора. И если бы этого не было, то есть, накопление, мы просто бы уменьшались, там леток стало меньше, да? И все. А так мы были бы, чему мы и стремимся, да? Активными долгожителями. Ну да, но мы с вами уже достаточно долго пожили. Вот. Теперь, единственное, я хотел бы напомнить нашим уважаемым зрителям, что в свое время, это было достаточно давно, год три или четыре назад, наверное, мы с вами разбирали историю, связанную с генетическими нарушениями, которые возникают под действием свободных радикалов и так далее. И тогда я говорил как раз о шлаковом напряжении, которые возникают в организме, когда этих шлаков избыток. Да, и помните, я тогда говорил, что вот эти вот избыточные накопления свободных радикалов, шлаков, мусора, причём всякого электромагнитного, химического, от еды, от воды, от воздуха, от всего, они могут привести к тому, что, извините, наш род будет уходить не в правильном направлении, а вот как бы наш род начнёт искривляться, идти по другому пути. И из нормального человека могут появляться или и появляются уроды. И, я прошу прощения, вот я пользуюсь терминологией Валерия Борисовича, вот когда мы об этом говорили, но никто на это не обратил внимания, все просто махнули рукой и всё, и за таблетку. Да, теперь как бы от таблеток, или, вернее, просто переходим к пониманию того, что мы можем делать. Да. Значит, массажем или травами, или ещё чем-то мы можем улучшать, насколько, возникает вопрос, насколько это доказано, что это эффективно. Вот здесь под действием разных способов лимфодренажа вот показано, какая была площадь стеноза, или просто стеноз сосудов, и какая она стала. Стеноза – это перекрытие, остановка. Да. Ну, как бы нарушение. Да. То есть, другими словами, всё это, большинство людей считает, что да, вот атеросклероз уже не обратим, что вот раз выбыла бляшка, она там и сидит всегда, а вот ничего подобного. Организм может всё это убрать, надо им помочь. И вы ежедневными своими действиями можете помочь травами, лимфодренажом, физкультурой. Вот по поводу физкультуры тут буквально вчера мне позвонили из-за редакции «Комсомольской правды» и сказали, вот тут у нас есть долгожитель, которому за 90 лет, который установил рекорд в метании ядра. Говорит, как вы к этому относитесь? Значит, вот я как бы это хочу взять за основу, чтобы немножко разнообразить разговор. вот, и заодно рассказать вот связь физкультуры и лимфодренажа. Валерий Борисович. Валерий Борисович. Валерий Борисович. Ну, если это будет необходимо, я заново расскажу, как, как, что и чего делать. Но, понимаете... Ну, как заниматься. Да, да, да. Как заниматься, и я расскажу, как это делается. Но дело всё в том, что вот это вот количество лекарств, которые вы должны принимать пожизненно, и при этом эти лекарства будут выполнять две функции. С одной стороны, помогать вам, безусловно, потому что для этого назначаются эти лекарства, а с другой стороны, вот эту ситуацию, связанную со свободными радикалами и с стенозом сосудов, будет усиливать, потому что они будут тем самым химическим, останутся в организме с тем самым химическим шлаком, от которого потом надо будет как-то избавляться. Вот в чём вся вещь. Значит, перейдём к визитической культуре. Я прав или нет? Всё правильно. Вот, значит, культура подразумевает, что вы понимаете, что вы делаете. Ясно одно, что когда вы начинаете работать мышцами, бежите, идёте, делаете различные упражнения, вы заставляете сокращать мышцы. Мышцы давят на сосуды, сосуды сопровождают все мышцы, и они между ними. И таким образом улучшаете лимфообращение, лимфодренаж, движение в венах. То есть, другими словами, это хорошо. Но когда человек забывает, что он это делает для оздоровления, а думает, что вот он сейчас вот… Я не знаю, это плохое слово, выпидарится перед окружающими. Вот возьму сейчас вот единственный, я швырну это ядро так далеко, что вот никто… А мне при этом 90 лет. Да, да. Вот своей возрастной группе я поставлю рекорд. Вот. Это приводит к тому, что человек думает не об этом. Нужно, делая физические упражнения, думать о том, как вы помогаете организму обмена веществ, насколько вы улучшаете комфорт. Нам в этом отношении помогает сам организм. Он нам подсказывает, что нам положительно, что мы удовольствие испытываем от этого. То есть, вспомните детей, которые с удовольствием прыгают, бегают, они радостны. Короче, делая упражнения физические, неважно какие, бегаете, прыгаете, или ходите, или танцуете, вы должны эти упражнения делать, получая от них удовольствие. Вот что, не в напряжении дело, не в 150… Не добиться, что поднять 150 кг штангу. Вы поднимете её. Только немножко позднее. Не сейчас вот, а немножко позднее. Вот в чём дело. Надо относиться к собственному организму, как к ребёнку, которого ещё надо чему-то ведь учить. Да, и учить радостно. Он должен испытывать удовольствие от того, что он получает новую информацию, от того, что он двигается. Вот это движение должно быть радостным. Значит, почему обычно не получают радостность? То есть, большинство, как вы понимаете, людей возрастом не любят двигаться, не хочется это, потому что подсознательно они удовольствия от этого не получают, а наоборот получают неудовольствие. Есть несколько причин. Вот одна из них – это накопление шлаков. Вот, но если вы начинаете делать это потихонечку, не… Вот если вы делаете это для рекорда, вы забываете про свои эмоции, своё ощущение, своё состояние, а думаете о том, как дальше закинуть, или там удивить мир. И каким узлом завязать ноги? Да, да. Вот. Не про это. То есть, во-первых, вам организм это подсказывает. Во-вторых, вы должны понимать, что даже лимфатическая система, она состоит как бы из двух слоёв – поверхностная и глубокая. Значит, когда вы просто делаете мягкий массаж по поверхности, вы просто используете поверхностные лимфоузлы и таким образом делаете лимфодренаж. Но есть ещё и глубокие, которые сопровождают все сосуды, то есть, все кости там и так далее. Вот. И там тоже надо. И вот это обычно, этот лимфодренаж делается только через мышечное движение. То есть, вы сокращаете так свои мышцы, чтобы они выгоняли там внутри вот это. Потому что лимфатического сердца у нас нет. Этим сердцем функции этого сердца эта мышца выполняет. Но опять же, если вы слишком… То есть, роль, извините, сердца вот в этой ситуации выполняет физические упражнения. Вот что выполняет роль сердца в работе нашей лимфатической системы. Значит, если вы перестараетесь ради рекорда, или еще ради чего-то, и заставите мышцу работать больше, чем она поступила, получила кислорода, вот, то накапливается молочная кислота. Молочная кислота плоха тем, что, во-первых, это дискомфорт, это боль в этих мышцах. Особенно там на второй и третий день болят мышцы после тренировки, это что такое? Накопилась молочная кислота. Эта молочная кислота, она как бы, ну, если она сильно накапливается при инфаркте, там-то, конечно, ужасная боль, вот, но так она болеет, но может претерпеть, но она создает ПАЖ другое, а эта ПАЖ создает тому, что кальций, который находится у нас везде, без кальция мы не можем, он и в клетках, и вне клеток, вот, начинает выпадать. И если это около, допустим, позвоночника, образуются остеофиты. Остеофиты начинают пережимать сосуды, лимфатические протоки, действовать на нервы, то есть масса всего отрицательного от того, что вы перестарались когда-то. Да, и появляются те самые боли, болячки, название их, миллион, с чем-то, миллион плюс, появляются те самые болячки, которыми страдают практически люди начинают с 50 лет. Железно, все. Почему это происходит? Потому что 50 лет уже начинается уменьшаться кровоток в капиллярах, и уменьшается эта сеть лимфатических сосудов, она где-то в 2-3 раза уменьшается. Но сбавьте нагрузки. Нет, человеку хочется доказать, что вот он остался таким, младым. Но не надо это доказывать никому. Вы ощущаете свое состояние. И еще одна есть причина – это накопление свободных радикалов в митохондриях. Там же тоже идут свободно-радикальные процессы, и все эти цепочки, в результате которого развивается так называемая аденотрифосфорная кислота, АТФ, через которые, которые являются как бы основной энергетикой для всех клеток, хотите, этих всех биохимических процессов, вот, там, если нет связанной цепочки между этими элементами этой цепочки, дыхательной цепи, а это делает Ку-10, один из ингибиторов свободных радикалов, вот, он как раз передает электрон с одной элементом на другой. Если его нет, а когда его не бывает? Потому что печень его не доработала, когда печень не очень хорошо работает, а если вы еще добавляете статины, которые очень любят почему-то кардиологи, которые просто угнетают синтез и холестерина, и заодно и Ку-10, то просто человек, ну вот, ну нет у него сил, что-то делать, он устает быстро, вот, это говорит о том, что надо, вот, во-первых, принимать Ку-10 больше, вот, а во-вторых, двигаясь в плане лимфодренажа и физкультуры, вы постоянно прочищаете все эти, вот, и тем самым помогаете или мышцы нормально работать и не накапливаете там, а, то есть, больше какая, значит, вы же, ухудшая кровоснабжение, ухудшаете и состояние там, хрящей, которые там между позвоночниками, когда вы, или в суставах, вот, когда вы плохой хрящ, это... В суставах как раз в первую очередь начинаются все эти проблемы по одной простой причине в суставах нет крупных сосудов, вообще капилляр истеть, вот, я понял, нет, нет, капилляры есть, но, как же нет, ну, есть, есть, там, нет, суставы питаются исключительно насчет диффузии, вот, они, как губка, вот, межклеточная жидкость засасывают, потом вы нажимаете и в какой-то степени в хорошие физические упражнения они позволяют правильные, да, не портить хрящи, а наоборот их прокачивать, а там, клеточки-то, они способны к делению, и поэтому, если нужно, они новые синтезируют, и новые, то есть, хрящи легко восстанавливаются. вас не остановить, вы замечательные это все делаете, я думаю, лишние эмоции не мешают, совсем не мешают, совсем не мешают, я думаю, что мы поступим с вами так же, пройдет у нас с вами эфир, мы получим некую информацию, которая придет от людей, которые будут смотреть, и тогда уже по ходу этой информации продолжим дальше разговор. Хорошо. А сейчас, друзья мои, на сегодня мы заканчиваем, спасибо вам большое, благодарю вас за внимание, я благодарю Валерий Борисович, потому что он уже второй раз отдает нам довольно много времени, а самое главное, что это время и для нас с вами дорого. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok